Министерство здравоохранения рапортовало, что с начала пандемии никто не болел и не болеет, а число выздоровевших составило 7896 человек. Так шутят белорусы. А сейчас поговорим серьезно. Привет, меня зовут Яна, и я расскажу вам о том, что происходит в образовательной сфере во время эпидемии коронавируса. Несмотря на пандемию, выпускные экзамены в Беларуси решили не отменять и не переносить, в отличие от многих других стран. В местах проведения экзаменов школы должны были предусмотреть наличие антисептиков и средств индивидуальной защиты. Однако молодые люди должны понимать, что использование масок не устраняет, не исключает процедуру удостоверения личности, как на ЦТ, на входе в корпус, на входе в аудиторию, так и на внутренних испытаниях. Были требования и по рассадке, чтобы избежать скопления учащихся. Детей должны были рассадить по одному за партой или разделить класс на две группы и рассадить в двух кабинетах. Централизованное тестирование было перенесено на две недели и начато 25 июня. В Министерстве образования пояснили, что для тех абитуриентов, которые во время проведения тестирования болели COVID-19 или были обязаны находиться в самоизоляции, никаких исключений сделано не было. Таким абитуриентам возможность поступать представится только в следующем году. Однако для абитуриентов мужского пола не поступление в текущем году означало бы призыв на службу в армию осенью. Никакая специальная отсрочка не была предусмотрена. Очевидно, что большинство из них проигнорировали карантинные меры и пошли сдавать тестирование, ставя под угрозу заболевания тех, кто был рядом. В вузах в июне практически не проводились групповые аудиторные занятия. Студенты готовили дипломные проекты, проходили практику согласно режиму работы, который сложился в конкретной организации. Из последних новостей образования. В связи с репрессиями по отношению к мирным гражданам и фальсификациями выборов, которые осуществлялись и с помощью учителей школ, многие родители вообще не собираются отпускать детей в школу 1 сентября, отдавая предпочтение негосударственному образованию. Мы продолжим информировать вас про ситуацию в Беларуси, в стране, которое официально не признало эпидемию коронавируса. Подписывайтесь на наш канал и страницы в соцсетях.